Мы должны клеем вокруг баночки маленькими точечками клеить. Вот так от этапа к этапу на свет появляется новое творческое решение, созданное без лишних финансовых затрат. Имея в домашнем арсенале небольшую стеклянную баночку, клей, несколько разноцветных лент и ниток, можно создать удивительный предмет интерьера. Если для гостей мастер-класса такие преобразования обычных вещей были в диковинку, то для воспитанниц многопрофильного центра детей и молодежи это занятие давно стало полюбившимся хобби. Четыре года назад я пришла в Олимпиад, ну и я не заинтересовалась, я начала вязать спицами сначала. Полгода я начала вязать спицами, а потом крючком. И по субботам мы приходили и всякие делали вот такие мелкие работы. Изготовление уникальных вазочек не единственное, чему смогли научить гостей творческого праздника педагоги и воспитанники многопрофильного центра. Рядом за столом расположились юные мастерицы. За считанные минуты создававшие с помощью ниток, спиц или крючка, заготовки для будущих украшений и дизайнерских предметов одежды и интерьера. Своеобразным знаком качества послужила выставка работ учащихся. Все это многообразие было создано руками детей и педагогов центра. Вязание сейчас очень популярное, оно на пике популярности. В современном мире вяжут не только женщины, но и мужчины, и дети. Причем в вязании каждый находит свое интересное для него направление. Кто-то вяжет одежду, кто-то вяжет сумки, кто-то вяжет пледы, подушки, салфетки, занавески, коврики, а кто-то вяжет игрушки. Однако вязание – это лишь одно из направлений, которым увлеченно занимаются в Брестском многопрофильном центре детей и молодежи. А со всем многообразием занятий гости творческих встреч смогут познакомиться, посещая цикл образовательных мероприятий. В планах еще много интересного, так что следите за афишей.